ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Следующая. И последняя слева. А теперь проверим, ребята, какие слова у вас получились. И прочитай, пожалуйста, все слова, которые ты записала. Снеги, дорога, капусты, морковь, помидор. А теперь проверим написание слов. Настя, скажи, пожалуйста, как ты написала первое слово? Снеги. Удаление падает на слов. Ее надо заполнить, правильно? Все так написали слово? Да. Молодцы. Следующее слово. Парина, пожалуйста, нам скажет. Игра, рог. Удаление падает на слов. Рог. На гласную, рог. Передание, О, заполнить, О. Хорошо. Проверим. У всех так, ребята? Смотрите. Хорошо. Молодцы. Следующее слово. Максим, пожалуйста. Капуста. Удаление падает на слов. Уст. На гласную, У. Безудорочную гласную, О, запоминай. Запоминаю. Проверяем. Все так написали? Да. Хорошо. Молодцы. Следующее слово. Водим, пожалуйста. Морковь. Удаление падает на слов. О. Безударная, О. Удаление падает на слов О. На гласную, О. Безударная, О. Молодец. Хорошо. Проверяем, ребятки. Так, следующее слово. Артем, пожалуйста. Помидор, удаление падает на слов, О, на гласную, О. Безударная, О. И запоминаем. Запоминаем. Хорошо. Молодцы, ребятки. Ребятки, скажите, а есть ли у нас тут какое-то слово лишнее? Да. Есть, да? Али, какое слово лишнее? А почему это слово лишнее? Потому что там все овощи. Все овощи, а снегири, это кто? Это птица. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, ребят, какое сейчас время года, Никита? Осень. Осень. А с чего ты определил, что сейчас осень, например, а не лето? Потому что деревья голые, а летом обычная блесточка. А летом блесточка. Итак, хорошо. Давайте с вами, ребятки, вспомним лето. Вспомним лето. Посмотрите, пожалуйста, на экран и скажите, что это за дерево такое, Матвей? Береза. Береза. Совершенно верно. А как будет называться маленькая береза, Степан? Березка. Березка. Маленькое дерево березка. Хорошо. А вот есть у дерева веточка, да? Как по-либо нам будет называться? Березовая веточка. Совершенно верно. Березовая веточка. Итак, ребятки, у нас получились с вами новые слова. С помощью чего они образовались, Никита? С помощью суффиксов. С помощью суффиксов. Садись, пожалуйста. Давайте разберем каждое слово по составу и определим, с помощью каких суффиксов у нас получились новые слова. Матвей, пожалуйста, расскажи нам. Береза состоит из чего? Садись, пожалуйста. Береза. Какой будет корень в слове? Берез. Берез. А. Окончание будет А. Хорошо. Молодец. Следующее слово. Березка. Оля, пожалуйста. Корень будет берез. Окончание А. К-суффикс. К-суффикс. Значит, здесь у нас появился новый суффикс. Так, следующее слово. Вадим, пожалуйста. Корень берез. Угу. А я окончание. А я окончание. Оф-суффикс. Оф-суффикс. Значит, для чего нам нужны тогда суффиксы? Для чего нам нужны суффиксы, Настя? Чтобы образовать новые слова. Совершенно верно. Суффиксы нам помогают образовать новые слова. Итак, ребятки, посмотрите на экран. У нас здесь представлены слова СА и ЛЕС и суффиксы ИК, ОК, ОВНИК. Вам нужно придумать новые слова с этими суффиксами. Вы эти слова будете записывать в тетрадочку, а кто-то пойдет, запишет около доски. Настя, пожалуйста, выходи к доске. Какое слово у тебя получилось? Садик, запиши его, пожалуйста. А вы, ребятки, записывайте в тетрадочку. Садик. Угу. Так, Настя, давай его разберем по составу. Садик. Садик. Совершенно верно. Молодец, Настя. Садите, пожалуйста. Кто еще, ребят, придумал слова? Максим, пожалуйста. Садовник. Садовник. Какое слово ты придумал? Препиши, пожалуйста, его. А вы в тетрадочке работаете. А вы в тетрадочке записываете. Угу. Все записываем, подчеркиваем. Корень сад. Корень сад. Корень сад. И, окончаем. Суффиксы какие будут, Максим? О. Выделяй. И ник. И ник. Какое еще слово здесь есть? Лисник. Лисник. Молодец, запиши его. Хорошо, ребятки. А сейчас давайте с вами попробуем. Выполнить упражнение. Открываем учебники по этой теме, да? Упражнение. Страница 94. Упражнение 176. Артем, прочитай нам, пожалуйста, задание. Вы читайте, образуйте, отдаю слово внутренние имена, прилагательные. При помощи суффрица. О. ВАТ или ЕВАТ. Запишите, выделите суффрица. Итак, ребятки, что нам нужно выполнить в этом задании? Степан, повтори, пожалуйста. Да. Надо образовать новые слова с помощью суффрица. О. ВАТ и ЕВАТ. О. ВАТ или ЕВАТ. Итак, ребятки, прочитай. Молодец, Степан. Садись, пожалуйста. Прочитаем с вами первую пару слов. Полит, прочитай нам, пожалуйста. Рыжий, рыжеватый. Рыжий, рыжеватый. Разбери мне это слово по составу. Рыжий. Рыжий. Корень. И. И. Окончание. А теперь разбираем второе слово. Рыжеватый. Рыжеватый. Артем, пожалуйста. Рыжь. Корень. Корень. ЕВАТ. Будет. Суффиксом. Суффиксом. Ты. Вы. И. Будет. Окончание. Окончание. Молодец. Совершенно верно. Рыжеватый образовалась с помощью суффикса. Какого ручки, пожалуйста, с помощью суффикса, Вика? ЕВАТ. ЕВАТ. Хорошо. А теперь разберем следующие пару слов. БЕЛЫЙ. БЕЛОВАТЫЙ. БЕЛЫЙ. БЕЛОВАТЫЙ. Алина, читай, пожалуйста, первое слово. БЕЛЫЙ. БЕЛЫЙ. Корень. Рыжеватый образовалась с помощью суффикса такого? Оля, с помощью суффикса какого? Степан? ОВАТ. ОВАТ. Совершенно верно. Итак, ребятки, запишите, пожалуйста, две пары данных слов. Рыжий, рыжеватый, запятая белый, беловатый. И выделите суффикс ЕВАТ, ОВАТ. Рыжий, рыжеватый, белый, беловатый. И выделяем суффикс ЕВАТ, ОВАТ. Молодцы. Рыжеватый. Рыжий. Если забываем выделять суффикс, внимательнее, пожалуйста, мы выделяем суффикс, е-бат, а здесь будет какой суффикс? О-бат, выделяем, пожалуйста. Суффиксы выделяй, пожалуйста. Ржеватый суффикс какой-нибудь? Е-бат, выделяй, белый, беловатый суффикс О-бат, выделяй. Только суффиксы, ребятки, выделяем. О-бат, Е-бат. Только суффиксы. У всех получилось? Да. Хорошо, молодцы. Следующие слова запишите, пожалуйста, аналогично, как мы с вами делали ранее. Итак, какие у нас там слова? Зелёный, серый и красный. Образуйте от них новые слова. Пишем зелёный. Зелёный. Думаем, ребятки, с помощью какого суффикса можно образовать это слово? Максим? Оба. Оба. Давай, какое слово получится? Зеленоватый. Зеленоватый. Запишите это слово. Зеленоватый. Зелёный, зеленоватый. Зелёный, зеленоватый. Василий, какой будет суффикс в слове зеленоватый? Какой будет суффикс? Вадим, помогает? О-бат. Совершенно верно. Выделяем суффикс о-бат. А серый и красный вы разберёте сами. Выполняем, пожалуйста, задание. Серый и красный выполняете сами. Образуем слова с помощью суффикса о-бат и е-бат. И выделяем суффикс. Можем, мелодец, или дайс. И плюс. Деньги. Получается. Все? Угу. Деньги. Получается. Все? Угу. Хорошо. Хорошо. Следующее слово записываю. Степан уже выполнил задание? Хорошо. Хорошо. Угу. Кто всё сделал, сложите ручки. Мы сейчас подождём, когда все ребятки закончат, и проверим с вами, что же у вас там получилось. Правильно ли вы образовали слова, чтобы ещё светиться по ватте или ватте. И так, ребятки, вижу, что уже почти все у нас закончили. И проверим, правильно ли вы образовали новые слова. Так, я не дописал. Держи мастер. Попустим. Развиняем суффикс. Итак, ребятки, проверяем задание. Вик, что у тебя получилось? Серый? Сероватый. Сероватый. Супер. Обатый. Обатый. Правильно выглядело. Посмотри, пожалуйста, на экран. Обатый. Так вы думали? Да. Молодец. Следующее слово. Настя. Красневатый. Красный? Красневатый? Да. У всех так, ребятки? Красноватый. Красноватый должно быть слово. И суффикс будет запоевая УВА. УВА. Молодец. Совершенно верно. И суффикс будет в этом слове УВА. Суффикс будет УВА. Положили ручки. Итак, ребятки, скажите мне, пожалуйста, для чего нужны суффиксы? Василиса. Чтобы образовать новые слова. Чтобы образовать новые слова. Совершенно верно. Молодцы, ребятки. А сейчас встаньте, пожалуйста, и давайте с вами немножечко отдохнем. Встаньте так, чтобы вам было удобно. Быстрее. Встаньте так, чтобы вам было удобно. Раз, два, три, три. Мы пойдем далее. Поздравляем быстрее. Вы пойдем по травам. Бороться под дерьми. Ставься под дерьми. Попрыгаем, поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да, и другом поднимем. А теперь быстрее, еще быстрее. Раз, два, три, и не поднимем. Молодцы, веселее. Попрыгаем, поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да, и другом поднимем. Молодцы, ребятки. Садитесь, пожалуйста, на свои места. Итак, ребят, давайте вспомним, какие еще значимые части слова вы знаете. Матвей? Корень. Корень, молодец. Люба? Садись, пожалуйста, Люба. Подумаешь еще, Вадим? Приставка. Приставка. Вика? Окончание. Окончание. Итак, молодцы. Части слова вы знаете. А что такое корень? Что такое корень? Матвей, розыгрышно. Назовите значимое часть слова, корень заключается в общее лексическое значение. Лексическое значение? Все окруженные слова. Молодец, очень старался. Настя, повтори, пожалуйста, проверим. Корень. Корень слова. Это значимая часть слова, которая в ней... Корень слова заключено? Корень. Общее лексическое значение всех окруженных. Молодец, Настя. Что забыла Настя сказать? Корень – это какая значимая часть слова, Вадим? Главная часть слова. В ней заключено общее лексическое значение всех отогренных слов. Итак, ребята, что такое окончание? Окончание, Максим. Окончание – это значимое, изменяемое в начале слова. Чтобы найти окончание, надо подобрать, надо изменить форму слова. А для чего нам нужны окончания, Полин? Окончание. Мы для чего изменяем? Чтобы образовать новые слова. Нет, не чтобы образовать новые слова, ребятки. Кто помнит, для чего нам нужны окончания? Арина? Окончание, для чего нам нужны? Саша? Чтобы образовать новые слова. Нет, не чтобы образовать новые слова. Для чего нужны окончания? Подумайте, пожалуйста, Василис. Чтобы связать слова предложения. Или еще где можно связывать слова? Словосочетание. Вот для чего нам нужны окончания. Хорошо. А что такое приставка? Что такое приставка? Артем. Приставка это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для связи, для образования слов предложения. Предложения. Хорошо. Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру. Давайте для каждого слова подберем схему. Итак, ребята, у нас есть четыре схемы. И есть слова. Вам нужно слово соотнести со схемой. Итак, первое слово, пожалуйста, Степан. Выбирай слово. Выбирай, обвините к себе. Покажи, ребята, слово. Но это будет корень, где окончание. Подходит к первой схеме. Следующая слуга. Вадим, пожалуйста. Корка. Кор корень, а окончание к суффикс. Подходит ко второму. Молодец, подходит. Совершенно верно. Следующая слуга. Алина, пожалуйста. Сосна. Сосна будет корень, а окончание не приставка. Не. Ребята, помогаем. Н. Суффикс. Куда подходит? К второй. Ко второй. Схемя. Угу. Крепляем. Хорошо. Следующее слово, Настя, пожалуйста. Трава. Трава. Там тоже написано? Травка. Травка. Травка это будет корень, а окончание к суффикс. Так, ребятки, а все согласны, что сосна у нас подходит? Крепи, Настя, к второй схеме. Нет. Нет. Нет? Нет? А почему же вы тогда не подсказывали Алине? Она подходит очень. Почему, Настя? Потому что сосна, это убедит корень, а окончание. Совершенно верно. Переставь, пожалуйста. Травку надо подказать. Угу. Следующее слово, Максим, пожалуйста. Перелески. Корень лес. Окончание. Окончание и, к-суффикс, пере, это приставка. Приставка. Какой схеме подходит это слово? Последний. Последний. Прикрепляй. Все согласны, ребятки? Да. Да. И последнее слово, Полина, пожалуйста. Так, Полина, пожалуйста. Уходим. Угу. Ход. Это корень. И, по окончанию, я буду приставка. Приставка. Приступляй. На схеме какой схеме подходит, Полин? К третьей. Все согласны, ребятки? Да. Молодцы. А теперь запишите, пожалуйста, четыре слова. Море, орка, уходят и перелески. Теперь в тетрадочку. С новой строчки. За главную букву. Вы записываем первое слово. Через запятую. Выписываем слова. И разбираем слова по составу. Выделяем корень, окончание, стульс, приставку. Хорошо. Хорошо. Старайтесь аккуратненько все писать. Молодцы. Сильнее грамм наш. Нажимай. Вер. Хорошо. Закончили выполнять это упражнение. А теперь, ребята, поставьте запятую после слова перелески и запишите новое слово. Морозный. Морозный. Какое это слово, ребятки? Словарь. Словарь. А как будем писать это слово? Морозный. Полочка. Морозный. Запишите его в тетрадочку. Морозный. И разберите это слово по составу. И разберите это слово по составу. Мы сейчас правильно делаем. Морозный. Все сделали? Да. Морозный. Вика, скажи, пожалуйста. Морозный. Это корень. Не. Это. Начнем с чего после корня? Ребятки, помогаем. Что мы сначала должны определить, Настя? Окончание. Окончание. Молодец. Окончание. 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 Нэ. Суфи. Снена. Это суфи. Хорошо. От какого слова образовалось? Слово. Морозный. Срубочку. Василиса. Мороз. Мороз. Хорошо. От слова мороз образовалось. Молодцы. Итак, ребятки. Вы выполняли все верно. Заданиями вы справились. Вы большие умнички. Я вами горжусь. Итак, ребятки. Открываем свои дневнички. И записываем домашнее задание. И записываем домашнее задание. Страница 92. Упражнение 172. Страница 92. Упражнение 172. Кто записал домашнее задание? И потому что пойдем на край стола. На край стола. На мой край стола. На мой сладенький. Открываем. Итак, ребятки. С какой темой мы сегодня с вами работали? С какой темой, Оля? Суффиксы. Суффиксы, да? Но тема звучала немножечко по-другому. Мы что делали, Никит? Мы сегодня на этом уроке повторяли суффиксы. Суффиксы, да, повторяли? А еще мы что повторяли? Молодец, Никит. Садись. Вадим. Давай. Приставку. Приставку повторяли. Еще что повторяли, Настя? Корень слова. Корень слова. И окончание. И окончание. А тема-то урока как звучала? Саша? Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью суффиксов. Мы с вами образовывали новые слова с помощью суффиксов. Итак, подведем итог, что же такое суффикс, Максим. Что такое суффикс? Суффикс. Суффикс – это значимая, изменяемая часть слова, которое стоит после корния, но и служит для образования новых слов. Совершенно верно. Итак, ребятки. Сегодня за урок получают оценки те, ребята, которые хорошо у нас поработали. Это Полина Симуанина получает пять, Максим Ельцко получает пять, Настя получает пять и Вадим получает четверку. Молодцы, ребятки. Вы старались, вы трудились. Остальные на следующем уроке себя проявят, да? И тоже получат хорошие оценки. Итак, ребятки, а теперь оценим свою работу. Итак, если у вас все хорошо получилось, вы со всеми заданиями справились, и у вас хорошее настроение, то прикрепите, пожалуйста, к доске солнышко. Если у вас были какие-то затруднения, или у вас сегодня плохое настроение, но я надеюсь, что у всех настроение сегодня хорошее, то прикрепите, пожалуйста, к тучку. Итак, ребятки, выходите, пожалуйста, в ваш ряд. Прикрепляйте. Так, следующий ряд. Ну, мы видим, что у нас светит много солнышек. Ой, а что у тебя сегодня не получилось? Расскажите нам, пожалуйста. Может быть, у тебя сегодня плохое настроение, да? Ну, давай его как-то поднимать, да? Надеюсь, у тебя в конце дня будет хорошее настроение, да? Так, итак, молодцы, ребятки. Спасибо вам за бруху, вы все хорошо поработали. Встаньте, пожалуйста. Бруху, Апутин. Спасибо. Спасибо. Бруху, Апутин. Бруху, Апутин. Спасибо.